В результате этого выбора Европа будет уничтожена. У нас просто не будет другого выхода. И если мы не закроем тему Украины, то у нас возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией. Когда начинались все эти операции, то нам никто не говорил, что город Белгород будет обстреливаться. Он превращен фактически в мишенное поле. Кремлійського пропагандиста Владимира Соловьева снова бомбит. Той уже, наверное, сотый раз погрожает уничтожить Европу ядерными ударами. Но этого раза привод обрав просто неимоверный. Появляется, Украина завдаватиме ядерных ударов по химических заводах и атомных станциях на территории России, что приведет к катастрофе. Поэтому в России не остается выбора, кроме как ответить на это уничтожение Европы. Особенно погрожает то и Франции, и Немецкие. Шведские самолеты будут обслуживать шведские экипажи. Ясно, что потом, кроме Ф-16, пойдут грифоны. Ясно, что пилоты будут иностранцы. Та жалкая горсточка, которая показана якобы украинских пилотов, ни о чем. Очевидно, что будет сказано, что в связи с ядерной угрозой, которую мы видим со стороны России, считаем возможным, например, та же Франция скажет, предоставить свои ядерные боезапасы Украине. А дальше Украина пусть сама распоряжается ими, как считает нужным. После чего будет попытка нанесения ядерного удара по территории России. Ну, это, по крайней мере, то, что прослеживается логика. Потому что страны иначе выдавать такой набор этого не делают. Кстати, надо отметить, что нет никакой нужды даже непосредственно в использовании ядерного оружия. Потому что если вот этот атакующий контур использует разнообразное дальнобойное оружие, которое нанесет удары по нашим химическим заводам, атомным электростанциям, то уровень бедствия может быть такой, как мы рассматривали в случае поражения, например, в территории Израиля. Это может быть сильнейшее воздействие. Это неизбежно ставит нашу страну перед необходимостью делать выбор. В результате этого выбора Европа будет уничтожена. Без всяких сантиментов, без всяких переживаний. У нас просто не будет другого выхода. Потому что наша концепция ответно-встречного удара подразумевает нанесение удара. При этом не надо недооценивать возможности военно-воздушного флота НАТО. Надо понимать, что количество тех же самолетов В-16 очень велико. И надо понимать, что Запад сделает все, чтобы уничтожить Россию. При этом Америка очень грамотно отходит, оставляя вместо себя Европу, которая будет уничтожена. При этом на сдачу то, что пойдет Прибалтика, Польша и Скандинавы, это очевидно. Но, конечно, невольно две страны, которые вынуждены будут полностью на себе испытать всю мощь российского оружия и возмездия, это будут Франция и Германия. Франция, потому что там есть свое ядерное оружие. Германия, потому что используется американцами как база, где находятся ядерные заряды. На початку мріяли взяти Киев за три дни. Потім хотели захопити Харків. А тепер бояться, что Украина завдасть ядерного удару. Російська пропаганда просто нещадна до здорового глузду. И чергова маніпуляция від речниці МЗС РФ Маши Захарови. Та заявила, что, цитую, на талі великих провалів ЗСУ под Харковом, киевский режим прагне зігнати свою злість і відігратися на мирному населенні Росії. Як відомо, одне із завдань російської пропаганди – це максимально демонізувати ЗСУ в очах російського населення, що, своєю чергою, має його мобілізувати перед спільним ворогом. Крім того, СОБ наразі зупинили наступ у Харківської області та проводять відповідні заходи з відбиття раніше втрачених позицій. На фоні крупних провалів ЗСУ под Харковом киевський режим стремиться виместити свою злобу, отыгратися на мирному населенні Росії, подвергати його обстрілам за различних видів натовського вооруження. При тому, западні страни, буквально не замечая туристичної деятельності своїх українських подопечних, публічно поощряють наносити удары по російським регіонам. Ответ российських вооружів на подобні дістія каждый раз следують, так буде і впредь. Эти ответы соразмерны. Безопасность России будет обеспечена, в том числе, как заявил 28 мая президент Российской Федерации, за счет создания санитарной зоны на Украине. Теперь, после рубрики преступления, как вы знаете, всегда идет рубрика наказания. Суды Российской Федерации на основании доказательств Следственного комитета России продолжают выносить приговоры украинским боевикам, которые совершили тяжкие преступления против мирных граждан. Тем временем депутат Госдумы РФ Петр Толстой уже открыто заявляет, что после Украины будет Казахстан и другие страны СНД, которые считают, что они независимы. У нас проблем-то масса. Просто все ждут, чем закончится тема Украины. Наблюдают. И если мы не закроем тему Украины, то у нас возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией, и с другими странами, которые нас окружают. Даже с Казахстаном, вы считаете? Ну, конечно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного. Если вы так вглядитесь, повнимательнее. Беларусь теж называет себя государством с своей мовой и кордонами. Ей теж за теорию погроз Толстова загрожует конфликт и динансификация. И слава богу, все тихо и спокойно. Так, россияне отвечают на вопрос. А, если безопасно жить в России? Я себя чувствую защищенно. Смотря на то, как себя вести в этой стране. Если бы за границей не ездить, то нормально. Никогда не опасно было. Никогда. И сейчас не опасно. Нет, совершенно. В нашей стране абсолютно безопасно живется. Опасно, не опасно. Но, мне кажется, более безопаснее, чем в Украине. Более безопаснее, чем в Украине. В России, мне кажется, жить более безопасно. Я бы не сказал, как опасность. Слава богу, все тихо, спокойно. Нужно просто верить в Россию, и будет все хорошо. Надо просто относиться к этому нормально, без всякого кипиша. Относиться, как... Ну, пришла такая беда. Нужно просто взять себя в руки и ситуацию эту перебороть. И победа будет за нами, без вопросов. Потому что у нас есть ядерное оружие. И мы очень сильные. И мы Гитлера победили в свое время. Понимаете? И вот поэтому, мне кажется, нашу страну никто не возьмет никогда. Сколько пытались, пытались. Все равно, и татаро-монгольская ига была все время. Но никто никого не возьмет. Россию невозможно, просто невозможно взять. Дай бог, чтобы все это закончилось, если что-то угрожает, на ваш взгляд. Ну, мне кажется, нормально все спокойно. Ну, я бы сказал, особой суеты нигде не чувствуется. Как говорится, все идет спокойно. Но очень спишь спокойно. Но службы работают нормально. Но послушайте, что говорят белгородцы. Сдаётся, они живут не тихо, не спокойно. Нормальное явление, война идет, товарищи. Война идет на наши территории. Дроны летают по сельской местности, как хотят. Когда начались все эти операции, то нам никто не говорил, что город Белгород будет обстреливаться. Он превращен фактически в мишенное поле, где стреляют всеми видами вооружений. И все это ловят граждане простые, у которых нет никакой защиты. То есть они не являются участниками этих операций военных. Они просто выступают в роли жертв. Владимир Владимирович начинал от имени народа. Но что-то про безопасность для города Белгорода, как-то вопрос этот не решен. В реальности для простого народа. Поэтому народ, кто может, у кого есть здоровые деньги, они производят самоэвакуацию. И получается, что народа съехало столько, что если раньше я ехал с середины города до Харьковской границ в пробках, то сейчас в происшествии с 5 минут никаких пробок нет. Ну вот вам вкратце показатель. Если ты работаешь на работе какой-то хорошей, а начинается обстрел, автобус останавливается, ты на работу не попал. То естественно такого работника никто не будет держать. Поэтому весь малый бизнес накрылся медным тазиком. Те суммы, которые пишут Главков, там 400 миллионов пришло на поддержание малого бизнеса. Я не знаю, куда они доходят. Я спрашивал многих малых предпринимателей, которые продавали. Ну вам хоть как-то снизили сумму арендной платы? Все только плечами пожимают. Ну пришли такие деньги. Никак. Сумма не снизилась. Ну получается, люди съехали. Оборота нет. То есть малый бизнес полностью считаю 600. Что там из большого крупного бизнеса? А это результат того, что большинство населения Росии поддерживает войну, поддерживает своего царя и ничего с этим не собираются делать. Друзья, на этом ставим крапку. Обязательно напишите в ваш коментар все, что думаете про это. И ждите на следующий выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok